МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире телеканала «Союз» передача беседы с батюшкой и ее ведущий Михаил Проходцев. Сегодня у нас в гостях настоятель Храма Святых Апостолов Петра и Павла при Российском государственном педагогическом университете имени Герцена, руководитель Координационного центра по работе с глухими и слепоглухими отдела по церковной благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии, священник Дмитрий Симонов. Отец Дмитрий, здравствуйте! Здравствуйте! Очень радостно вас сегодня приветствовать в нашей студии. Пожалуйста, по традиции благословите наших телезрителей. Пусть Господь благословит всех нас и поможет нам с пользой провести то время, которое нам отведено для общения. Спасибо, Отец Дмитрий. Дорогие друзья, сегодня тема нашей передачи – богослужение и сурдоперевод. Вы можете звонить к нам в студию в Санкт-Петербурге по телефону 812-677-6244 и задавать ваши вопросы в рамках нашей сегодняшней темы. Отец Дмитрий, хотелось бы начать нашу беседу с того, чтобы задать вам вопрос о том центре координационном по работе с глухими и слепоглухими, который вы возглавляете. Расскажите о нем, пожалуйста, что он из себя представляет. Координационный центр осуществляет окормление и помощь в окормлении всем, кто нуждается. То есть это инвалиды по слуху и инвалиды по слуху и зрению. Мы стараемся сделать доступной церковную среду, решить вопросы коммуникации, и оказать разного рода помощь, и подчас не только церковную, да, для инвалидов по слуху. А почему возникла идея создать такой центр? Потому что вот есть верующие люди, которым нужно понимать богослужение, но которые имеют такие проблемы со слухом, да? Да. Дело в том, что немалое количество среди нас живет людей, у которых есть проблемы со слухом. Это могут быть люди глухие или слабослышащие. Это могут быть люди, которые помимо потери слуха в разной степени потеряли зрение тоже в разной степени, да. И такие люди должны быть тоже в теле церкви, если они этого хотят. То есть церковь, да, она стремится быть по принципу апостола Павла всем для всех, чтобы спасти хотя бы некоторых. А так как процент глухих людей достаточно велик, то оказать им необходимую помощь, пастырское окормление и сделать для них комфортным пребывание в церкви весьма и весьма необходимо. Ну и, конечно, резонно говорить об определенной миссии среди инвалидов по слуху, да, это тоже весьма и весьма необходимо. Ну и другие, в общем-то, формы работы, которые остаются актуальными в рамках указанного служения. И на самом деле изначально инициаторами вот у нас в Петербурге были сами глухие люди. Потому что глухой человек, который приходит в храм, он во многом лишен возможности понимать, что происходит на богослужении. Особенно если мы будем говорить о людях, которые либо родились глухими, либо достаточно рано потеряли слух. То есть это совершенно отдельная форма развития, потому что люди, которые теряют слух уже в зрелом возрасте, они, конечно, все-таки иначе воспринимают мир, чем человек, который родился или с самого раннего возраста лишен был возможности воспринимать звуки. И такой человек, особенно если он не знаком с православной традицией, довольно легко может растеряться в храме. Он не может самостоятельно следить по книгам богослужебным, много ему нужно объяснить. Но формы объяснения, они весьма и весьма специфические. И вот как раз это было еще в самом конце 90-х годов, некоторые наши братья и сестры из глухих стали родить и просить, чтобы им оказали посильную помощь. Эта помощь была оказана в храме, где сейчас я являюсь настоятелем. В 2000 году, благодаря усилиям прежнего отца-настоятеля Протерея Артемия Скрипкина, была организована община глухих и слабослышащих. И, соответственно, появились формы разные досурды перевода, появились разные формы служения глухим людям. Одновременно в разных других частях Русской Православной Церкви это движение тоже стало подниматься. Сейчас есть уже более 40, можно даже сказать, около 50 общин по всей Русской Православной Церкви, где окормляются инвалиды по слуху. Слава Богу, что растет число общин. Да, это очень важно. Отец Дмитрий, а в Санкт-Петербурге община одна получается, да? Вы же знакомы с ситуацией, и это та, которая молится в храме при университете Петра Иванова? На данный момент община одна, потому что для людей с ограничениями по слуху есть целый, я бы так сказал, комплекс важных вопросов, потому что, как показала практика, для глухих людей подчас слишком мало даже помочь с сурдопереводом богослужения. Для них очень важна среда общения. И в этом смысле неслышащие могут научить слышащих вот этому объединению в общины, вот этой внутренней тяге к общению. И бывали такие случаи, когда в некоторых приходах пытались организовать сурдоперевод богослужения, но глухих практически не было людей на богослужении, потому что для них все-таки важна среда общения. А вот здесь, быть может, даже не меньше, а больше возникает вопросов, да, необходимости внедрения, погружения, потому что все-таки тема очень специфическая. И, конечно, в таком случае необходимо решить, ну, скажем так, не одну проблему, проблему сурдоперевода, а сразу целый комплекс проблем, вот, организовать нечто такое, что помогало бы. Ну, и, конечно, нужно признаться, что в целом вот такое динамичное воцерковление, даже при какой-то постоянной регулярной работе среди неслышащих, да, оно в процентном соотношении все-таки соответствует вот общему проценту, да, вот в современной российской ситуации. Ну, тоже очень важный момент. Дмитрий, вы употребляете термин «глухой», говорите, ну, о таких людях, что вот «глухой», да, но очень часто приходится слышать «глухонемой», вот «он глухонемой», вот «глухонемые люди» и так далее. Есть ли какая-то разница в этих двух терминах «глухой» и «глухонемой»? Разница есть. Достаточно давно, если мне память не изменяет, еще в начале XX века, практически на международном уровне была принята некая корректность в этом термине. Термин «глухонемой» признан некорректным. И, собственно говоря, его употребление даже может обидеть неслышащих людей, потому что они не немые. Немой человек – это тот, который лишен по каким-то причинам возможности говорить. Большинство глухих людей, они могут говорить, но стараются это делать нечасто, потому что, если, например, человек родился глухим, и у него восприятия звуков никогда не было, то, конечно, современная медицина и воспитательная система помогают, учат говорить, но все-таки эта речь не настолько чистая и, может быть, внятная, как у слышащего человека. У поздно оглохших, поздно в таком зрелом возрасте потерявших слух людей, речь может быть даже более чистой, но все равно нам это сложно понять, потому что мы себя слышим, когда говорим. А в данном случае человек не слышит, и даже те вот из глухих, которые говорят, и говорят очень неплохо, они иногда в общении со мной переспрашивают несколько смущенно, не очень ли громко они говорят, или наоборот очень тихо, может быть, да, то есть они сами себя не слышат, но говорить они могут, поэтому говорить про них, что они немые, совершенно несправедливо, неверно, и чтобы никого не обидеть, да, есть вот очень хорошие термины, термин глухой или не слышащий, или если вот человек с частичной потерей слуха, да, например, там, в процентном соотношении, у него может быть какое-то уменьшение, там, потери, там, может быть, на одно ухо совсем не слышат, а второе ухо, там, у него некий процент сохраняется, да, и тогда пускают в ход специальные слуховые аппараты, или даже делают, там, операции с имплантами, то такой человек называется слабослышащий. Спасибо, Азия Дмитриев, за это разъяснение. А что касается жестового языка, что он из себя представляет, что это такое? Жестовая речь – это язык, вполне самостоятельный, который имеет свои правила, свою постановку слов в предложении, свои особенности. В чем-то он может быть более прост, чем языки обычные, да, те, которые мы используем, когда общаемся словами, но это все-таки самостоятельный живой язык, причем жестовый язык в разных странах отличается. Некоторые жесты совпадают, они почти международные. Например, жест «Христос», да, это вполне уже международный устоявшийся жест. А некоторые жесты, они могут быть именно местные, национальные, иногда даже отличаются у употребления жестов в некоторых городах. То есть в Санкт-Петербурге могут использовать на конкретное слово один жест, а где-нибудь в Екатеринбурге или в Москве или в Новосибирске могут использовать несколько отличающийся жест или, может быть, даже вообще непохожий жест. То есть бывает и такое встречается. Но, тем не менее, жестовая речь, как его правильно сказать, это русский жестовый язык, РЖЯ, про него говорят, это самостоятельный язык, который состоит из артикуляции, то есть глухой человек артикулирует слова, то есть губами произносит большинство слов, ну, за исключением, может быть, глаголов, да, они не всегда произносятся. И, соответственно, жесты, которые дублируют артикуляцию руками. И, как правило, глухой человек воспринимает, считывает, да, можно так сказать, зрительно и артикуляцию, и то, что показывают руки. Потому что некоторые слова могут быть разные, а жест очень-очень похожий, да, и тогда становится понятно, что имеется в виду. Я повторюсь, что этот язык самостоятельный, да, и некоторые делают ошибку, думая, что это такой же, например, русский язык, как тот, на котором мы сейчас с вами разговариваем. А на самом деле вовсе не так. Он отличается, да, потому что есть такое понятие калькирования речи. То есть если просто калькировать вот перевод, да, повторять слово-жест в слово-жест, то это не всегда будет соответствовать правилам, и не всегда глухой человек может даже понять такое вот калькирование. Хотя если, конечно, калькирует профессионал, и речь достаточно простая, не касающаяся каких-то сложных вопросов, она воспринимается просто. Но бывают моменты, когда вот такое калькирование, и здесь вот как раз идет довольно интересный сейчас среди сурдопереводчиков, специалистов в русском жестовом языке, некий спор, как переводить богослужение, да, есть сторонники того, что все-таки надо калькировать, а есть сторонники того, что надо переводить в соответствии с восприятием глухого человека, то есть по правилам русского жестового языка. Ну, это спор во многом похож на типичный спор переводчиков, да, которые переводят на национальные языки священное писание или богослужение, но, тем не менее, проблема такая существует, и есть очень много таких серьезных острых вопросов, вот. Я добавил бы здесь даже вот еще что. Для того, чтобы качественней, скажем так, передать жестовую речь тому, кто говорит на жестах, ему еще очень важно наблюдать за мимикой лица, да, потому что для неслышащего человека очень важно, важно, простите, выражение лица, важно, как вы смотрите, да, потому что можно какие-нибудь простые вещи, вот, интонации, да, если я вот сейчас благожелательный, так мирно, спокойно говорю, а могу говорить мирные слова, но голосом прерывистым и, может быть, на повышенных тонах, и нашим зрителям покажется, что я на вас раздражен, Михаил, да, то есть интонация скажет о многом, да, так вот у глухого человека в жестах не может быть интонации, поэтому большой упор делается на мимику. Удивление, оно может быть даже больше выражено, чем у слышащего человека, да, немножечко нарочито. Здесь, я так сказал бы, некоторый такой легкий оттенок театральности добавляется, но это именно для того, чтобы лучше передать какие-то эмоции, важность речи, да, там, может быть, если я хочу сказать что-то крайне важное, у меня, соответственно, будет выражение лица, очень сосредоточенное, там, или я захочу мимикой подчеркнуть свое удивление, или возмущение, да, то есть это все тоже составные части жестовой речи, и они имеют большое значение. В этом смысле есть, конечно, великолепные переводчики, в том числе и у нас в Русской Православной Церкви, которые очень хорошо вот передают, когда пересказывают Евангелие, когда рассказывают о опыте Церкви, да, свидетельствуют о Христе, вот это, конечно, имеет немаловажное значение. Здесь мы к восприятию богослужения глухими подходим. Интересно, как такой человек воспринимает богослужение, ведь что есть? Есть пение, есть возгласы диаконские прошения, есть возгласы священника в алтаре, есть молитвы. Каким образом вот это воспринимается глухим человеком и как переводится? Это ведь целый комплекс богослужения такой, из того, что я только что перечислил. Как это можно, как это подается на богослужение, в частности, вот на литургии, предположим? Это подается с особенностями. И прежде всего нужно сказать, что вы правильно подметили, вопрос пения здесь немаловажен. Человек состоит из души и тела, мы обладаем своей телесностью, мы обладаем чувствами, и, конечно, пение играет огромное значение. Вообще в истории церкви пению всегда придавали одно из таких первостепенных значений в формировании богослужения. И для глухого человека нужно сказать, что здесь, конечно же, полное отсутствие. Для слабослышащих людей возможно услышать службу, но для этого, конечно, подчас нужны какие-то дополнительные аспекты. Вот у нас, например, в храме хор стоит не где-то наверху на хорах, а он стоит прямо в храме, в самом конце, но среди молящихся. И таким образом слабослышащий человек, независимо пользуется он слуховым аппаратом или нет, он может встать очень близко к хору. И в той же части у нас размещены динамики, на которые выводится звук из маленьких петелек микрофончиков, которые, соответственно, закрепляются на священнике, диаконе или чтеце. Таким образом, слабослышащий человек, встав вот в определенном месте, может очень неплохо слышать и пение, и чтение. А для глухого человека, конечно, здесь все без вариантов, потому что он лишен возможности. И это, конечно, нужно признаться, немалая эмоциональная окраска, да, все-таки человек может сосредоточиться и в какой-то момент богослужения, да, может вдохновиться не только даже самим пением, что тоже немаловажно, а тишиной. Например, хор закончил какое-то песнопение, небольшая пауза. В этот момент, да, абсолютная тишина, она может создать, скажем так, дополнительное настроение. У глухого человека эта тишина постоянно. И в этом смысле, конечно, все оставляется исключительно для глаз. То есть вот из этих чувств, да, зрения и слух остаются только глаза. Ну, конечно, сохраняется обоняние, запах ладана, да, здесь положение тела, мы можем отдохнуть, там, сидя проповедь послушать, мы можем встать на колени, это тоже, конечно же, имеет место быть, но все-таки на зрение идет довольно сильная нагрузка. И вот здесь тоже нужно с большим пониманием отнестись к особенностям восприятия богослужения глухого человека, потому что для него остаются в литургическом пространстве только некие действия клириков, то есть всех служителей алтаря, начиная от алтарника и заканчивая священником, и действия, соответственно, сурдопереводчика, то есть перевод богослужения. Для переводчика, конечно, очень важно, чтобы он слышал, что происходит, потому что, когда бывает так, что сами глухие участвуют в переводе, и здесь открывается тоже довольно большая область размышлений над тем, как помочь глухому человеку пережить богослужение, потому что когда глухой человек сам начинает переводить для других глухих, это его совершенно особенным образом подводит к восприятию богослужебного пространства и себя в нем. Ну, как и любого человека, когда он начинает деятельно участвовать в богослужении, когда он уже узнает песнопение, подпевает, это всегда придает особую окраску. Так вот, для глухого человека, когда он помогает другим глухим перевести какой-то богослужимый текст, всегда остается момент восприятия, то есть ему приходится оглядываться несколько через плечо, смотреть, что в этот момент происходит в алтаре, не опаздывает ли он, или, наоборот, не торопится ли слишком. Поэтому очень важно, да, чтобы в такие моменты все равно находился слышащий переводчик, который мог бы помогать, корректировать, что-то подсказывать. Ну, а так обычно, конечно, когда слышащий переводчик переводит богослужение, то здесь открывается, опять-таки, еще новая череда вопросов. Например, представьте себе на протяжении литургии, которая может идти там от полутора до двух часов, все время смотреть на переводчика. Это очень тяжело. То есть для любого человека это, в общем, нелегко. Да, а в момент совершения литургии, конечно, очень немаловажным остается вот этот вопрос «как быть?», потому что человек устанет, и он может устать в самый ответственный момент и в какой-то вот наиболее важный момент литургии отвлечься. Здесь может быть несколько решений вопросов. Например, смена переводчиков, да, когда один переводчик в другой, это все-таки помогает. Во-вторых, конечно, это открытое пространство алтаря. Я хочу сказать, что сейчас Церковь с большим вниманием относится к нуждам глухих людей, и осенью святейший патриарх Кирилл совершал патриаршую впервые литургию в Москве для глухих людей. Туда приехали на это богослужение глухие, слабослышащие из разных общин Русской Православной Церкви. И были московские глухие, это была в Москве была литургия, и из Санкт-Петербурга, и из многих-многих других городов, из Новосибирска, из Екатеринбурга, из Смоленска. Много-много-много разных замечательных людей приехали помолиться на эту службу. И тогда же в качестве такой радостной новости для всех для нас прозвучало благословение патриарши во всех храмах, где есть глухие и слабослышащие, совершать богослужение с открытыми царскими вратами. Это очень-очень важно, потому что для глухого человека, который не слышит возгласов, который видит перед собой вот только иконостас, и переводчика, для него очень важно видеть священнослужителя, потому что все благословения, все действия, они, во-первых, облегчают восприятие, во-вторых, становятся очень-очень важными. Потому что когда ты видишь только переводчика, только вот стену с иконами, да, вот иконостас, да, то есть это, конечно, очень тяжело сохранить свое внимание. И для нас, для всех это было большое событие. А у нас на приходе сейчас установлен временный иконостас, который как раз учитывает необходимость глухого человека, да, то есть у нас на самом деле иконостас состоит из двух икон – спасителей, Божьей Матери и небольшие диаконские царские врата. Это сделано именно для того, чтобы глухие люди могли лучше видеть духовенство в алтаре, да, то есть чтобы их восприятие богослужения было максимально комфортным, да, чтобы им хорошо молилось, чтобы они видели, да, в какой момент священник благословляет, в какой момент происходят, может быть, там, какие-то очень важные священно-действия на литургии, да, там, даже приготовление к входу, там, к великому, да, когда глухой человек видит вот эти все передвижения в алтаре, конечно, это, он, ему помогает сосредоточиться, да, там, начинается перевод третьего антифона, допустим, переводчик переводит этот текст, но, конечно, он перевести может, например, значительно быстрее, чем поет хор, если особенно хор использует распев более такой, я бы сказал, знаменный, да, там, или пение, может быть, портесным, или даже обиходным, но не быстрым, да, и переводчик в любом случае переведет этот текст быстрее, вот заповеди блаженства, да, они прозвучат для глухого человека быстрее, что тогда, а вот в этот момент глухой человек может переключиться, да, и увидит, как священник дьякон целует престол, да, и обходит его, идут на вход, да, то есть если обзор больше, соответственно, во время евхаристического канона, помимо, там, вот этих важных текстов, да, видно, как священник возносит дискос и чашу с приготовленными святыми дарами, то есть это все очень-очень важно для глухого человека, помогает ему восприятию и способствует, конечно, более такому живому, практическому участию в богослужении. Ну, здесь важно и то, о чем вы говорили, это и мимика переводчика, да, в те моменты ответственные, ну, каждый момент литургии может быть каким-то образом показан, да, особым образом. Совершенно верно, потому что когда переводчик переводит какой-то текст, да, он старается соответствовать этому тексту, да, подчеркнуть его, или, наоборот, в какой-то момент его мимика должна быть максимально бесстрастной, то есть без каких-то дополнительных эмоций. Ну, здесь, знаете, что касается работы переводчика, открывается целый корпус так же вопросов. Например, мало кому придет в голову, да, задуматься о том, что у переводчиков есть свой дресс-код. Если переводчик придет в одежде олиповатой или в мелкую полосочку, в яркой, то неслышащему будет очень сложно смотреть, да, то есть если работают руки на уровне груди, а здесь все в полосочку, все мелькает, и, конечно, очень тяжело. В этом смысле как раз темная однотонная одежда, да, она очень хорошо помогает. Там, если это будет, там, подрясник или ряса, да, или если это будет черная рубашка, там, джемпер, то она, конечно, на темном фоне, светлые руки хорошо просматриваются, и ничего не мелькает перед глазами. То есть даже вот на таком уровне существуют какие-то особенности. Ну, я думаю, что, наверное, ни для кого не секрет, да, что на какую-то мелькающую вот такую олиповатую поверхность очень долго смотреть тяжело, да, особенно когда нужно считывать какие-то жесты при этом. Поэтому здесь могут быть даже вот такие мелочи, которые весьма и весьма важны. Спасибо, отец Дмитрий. А каким образом катехизация таких прихожан осуществляется? Опять мы вернемся к вопросу зрительных образов. Для просвещения глухих людей очень активно используются разного рода изображения. Тут, конечно, в силу вступать может и очень богатая традиция иконописи православной церкви, и вообще живопись мировая, да, на библейские сюжеты очень активно помогает нам. Некоторые тексты для неслышащих людей очень тяжелы для восприятия. То есть, если человек с детства общался жестовым языком, то сложные тексты, может быть, архаичные тексты, ему будет читать очень и очень тяжело. Некоторые глухие жалуются на то, что вот им Евангелие в синодальном переводе читать нелегко. Именно поэтому здесь нужно использовать те тексты, которые, скажем так, очень просто объясняют сложные, богословские, важные вещи, касающиеся нашего спасения, касающиеся учения церкви. Это и рассказ о таинствах максимально должен быть простым, доступным. И, конечно, здесь возникает целый ряд особенностей. Но вот зрительное восприятие, да, оно очень-очень помогает, когда в каких-то случаях используются вот картинки или когда мы просто иллюстрируем рассказ, да, это, конечно, очень важный момент. Ну и особенно хочется мне сказать о паломничествах, да, для глухого человека очень важно приходить в какое-то место. Это может быть не обязательно там далекое паломничество, да, это может быть совсем простое путешествие, может быть, даже в музей или в какой-то храм, где человек, видя перед собой образы, иконы, расположение храма, какую-то особенную фреску уже может назидаться, да, потому что для них вот этот видеоряд, он, конечно, очень-очень важен. Во многом помогают просветительские фильмы, если они, конечно, адаптированы для неслышащего человека, либо с вордопереводом, либо титрами. Спасибо. А много ли желающих сегодня изучать жестовый язык и переводить богослужения для глухих людей? К сожалению, нет. Потому что некоторые люди, откровенно говоря, пугаются наличию жестового языка какого-то самостоятельного, со своими особенностями, и некоторые люди, которые даже вот в моей практике скромной за последние почти пять лет служения на этом поприще, проявляли некоторую ревность поначалу, да, но потом они стали, я так увидел, что смущаться и в известном смысле, ну, я бы так сказал, переживать, потому что вдруг понимали, что больше сил нужно. На самом деле выучить жестовый язык проще, чем иностранный язык, хотя усилий потребуется не меньше, но, наверное, вот временных затрат все-таки в целом потребуется меньше. У нас при храме существует школа жестового языка, которая называется «Образ», да, она вот по благословению нашего священначалия была создана, и там есть два таких курса, курс полный, четыре месяца, и курс краткий, двухмесячный. Я вот, пользуясь случаем, хочу пригласить всех желающих неравнодушных людей, да, или если кто-то задавался вопросом, где себя найти в социальном служении или какую-то помощь оказать церкви особенную, или, может быть, кто-то однажды всерьез задумывался вот непосредственно о помощи глухим людям, у нас после Пасхи, вот буквально на светлой неделе, будет начинаться очередной краткий курс, он всего два месяца, это два раза в неделю, курс жестового языка, такое введение пространное в него будет, и вы можете подключиться, мы будем очень рады. Информацию можно найти на сайте нашего прихода, храм-дефис-ргпу.ру, и там есть подробности. Ну, а в целом я хочу сказать, что, конечно, вот эта проблема отношений глухого и слышащего, главная проблема, да, в отличие, может быть, от других людей с ограниченными возможностями, проблема коммуникации, которая возникает, она очень часто создает такую вот закрытость среды глухих людей. И для меня очень радостно, что именно в церкви глухие люди могут во многом как бы преодолевать эту стену, даже когда слышащий человек не знает жестового языка, но все, присутствуя на литургии, понимают, что они собраны по воле Отца и любви Сына и благодатью Духа Святого, когда они все понимают, что здесь, какие бы мы ни были, мы все братья и сестры во Христе, это, конечно, все-таки очень-очень помогает, вдохновляет и поддерживает людей. Тем не менее, всегда есть необходимость, да, вот расширять эти возможности, расширять помощь глухим людям, потому что нам подчас сложно себе представить, что глухой человек, если он живет один или если это семья, в котором там супруги глухие, они не могут позвонить никуда для того, чтобы попросить какую-то помощь, они не могут позвонить в какой-нибудь тот же райсобес, да, и уточнить информацию. То есть, если они пользуются компьютером, то они могут в интернете посмотреть, но уточнить уже позвонив не могут. Они не могут себе самостоятельно вызвать скорую помощь, понимаете. Это тоже парадокс, да, для слышащего человека такие вещи подчас, ну, просто кажутся банальными и странными, но вот если погрузиться в мир неслышащего человека, то здесь, конечно, есть много-много проблем, и вот помощь, да, глухим людям в этом контексте весьма и весьма важна. Ну, а в самой церкви здесь открывается для переводчика огромное поприще, потому что переводчик необходим и на переводе богослужения, и при проведении катехизации каких-то бесед, при организации экскурсий просветительских и паломнических поездок. Подчас необходима какая-то помощь сопровождать глухого человека, может быть, там, к врачу или еще в какие-то моменты, там, его жизни. Все эти вопросы возникают в большом количестве, и тут, конечно, Христораде человек может послужить весьма и весьма. Но есть один очень важный момент, да, и нужна решимость и определенная твердость в подготовке. Вот. Хотя Господь, конечно, воздает трудящимся во много крат. Спасибо, Отец Дмитрий. Ну, я знаком с Вашим приходом. Вы знаете, что я у Вас бываю. И вот просто мое впечатление хотелось бы кратко. Мне очень нравится то, что люди, которые приходят заниматься сурдопереводом, и, может быть, не являясь частью общины храмовой, удивительным образом через вот труд этот общения с глухими людьми и через эту радость общения, они приходят в церковь и становятся членами уже общины, полноценными, начинают жить такой вот христианской жизнью. Я знаю несколько примеров, и очень тоже интересно так получается, что вот глухие люди через вот этот вот труд, через необходимость перевода для них и богослужения, и общения с ними приводят людей в церковь. Да, это действительно очень ценно. И ценно, когда я вот для себя делал такие открытия, когда человек церковный и, в общем, так, не подававший никаких признаков расположения, в какой-то момент вдруг отзывается на это призвание, начинает изучать жестовый язык, и начинает помогать глухим людям. Я видел эти просветленные лица, когда впервые что-то начинают переводить люди, вот этот первый опыт. Это, конечно, с одной стороны смущение, когда на тебя смотрят все, с другой стороны это ощущение вот такого непосредственного участия в богослужении. Я сам, когда впервые дал священнический возглас на жестовом языке, я так волновался, что мне казалось, с моей руки меня просто не слушаются. Но, тем не менее, видя, как это важно для неслышащих, вот эта радость, прямо ликующие лица, однозначную такую вот отдачу, как бы ответ, такой вообще принципиальная «да», которая звучит, это, конечно, приносит очень-очень много радости. Поэтому я могу только с радостью пригласить и сказать, что мы ждем желающих. Еще интересно, вот эта литургия после литургии, когда уже вне богослужебное общение, оно ведь тоже есть у вас на приходе, потому что я видел, что ребята читают и стихи на жестовом языке, записывают ролики для глухих, то есть известных поэтов, и поют песни, и даже переводят фильмы. То есть, надо стоить. Да, у нас есть несколько таких интересных проектов, которые курирует наш координационный центр, в частности, и изучение священного писания с неслышащими людьми, и использование фильмов для просветительской работы. Это тоже очень-очень важно. Для глухих людей это большое подспорье. И, конечно, вот эта атмосфера общения, потому что все наши неслышащие собираются за общей трапезой в храме после литургии, в своем помещении. Здесь нужно сказать большое спасибо университету имени Герцена, который нас поддерживает и дает нам возможность на помещение, которое у нас есть. Это, конечно, большая благодарность администрации университета за всяческую поддержку. Для глухих также важно, потому что на голодный желудок тоже, знаете, как это, сильно не напросвещаешься. А когда все вместе сели за трапезу после службы, когда поели, если есть именинники или те, у кого был день рождения, мы их поздравляем, потом какое-то начинание, либо наш отец-диакон, либо я, либо кто-то из наших глухих, те, кто имеет возможность поделиться своим опытом или знаниями с другими, у нас есть определенное расписание, вот проходят такие занятия, встречи, на которых как раз катехизация, образование, просвещение неслышащих, оно постоянно происходит. Спасибо, Ася Дмитрий. Что касается слепо глухих, то есть Ваш координационный центр осуществляет работу и с ними, или может осуществлять, вот это ведь совсем особенная категория, как такой человек может молиться за богослужением, если он и визуально не может воспринимать перевод? Это очень тяжелая категория людей. Я признаюсь, когда впервые услышал вот это словосочетание слепо глухой, мне просто стало страшно. Стало страшно настолько, настолько, что просто захотелось об этом не думать. Знаете, как захотелось сделать так, чтобы я этого не слышал и чтобы я об этом забыл. Но мое сознание, испуганному подсознанию, сказало, что дорогу оселит идущий, и если есть такие люди, то они тоже нуждаются в помощи. И вот мы некоторое время назад стали осуществлять помощь. У нас на государственном уровне сейчас запущена очень важная программа, потому что о слепо глухих людях вообще очень мало знали. То есть известно было, что они есть, но какую-то статистику, да, перепись этих людей провести очень-очень было сложно, потому что они, многие из них мало коммуникабельны, они в основном сидят дома, почти никуда не выходят. И это, конечно, довольно серьезная проблема. И вот есть такое сейчас очень большая благодарность им фонд соединения, да, который работает, пытается их всех переписать и организовать работу. Они очень много делают для этого. И мы вот подключились к служению этим людям со своей стороны, да, с церковной. Вот те, кто обращаются, кто проявляет какое-то желание. Обычно первый контакт идет через родственников, вот, которые сообщают о том, что есть такой человек и ему нужна помощь. И мы потом уже, пока это все индивидуально исключительно, то есть по мере обращения мы организуем и приезд человека в храм, молитву и так далее, и тому подобное. Здесь, конечно, могут быть разные тоже сложности, потому что разная степень потери слуха и зрения. Бывает так, что человек с частичной потерей зрения и частичной потерей слуха, здесь вопрос коммуникации более-менее облегчен. Но есть люди, у которых тотальная потеря слуха и зрения. Таких не очень много, но они такие и есть, да. Бывает, что, например, тотальная потеря зрения, но частичная потеря слуха. Бывает наоборот, да, тотальная потеря слуха, но частичная потеря зрения. И нередко случается так, что у таких людей просто прогрессирует ухудшение, и им нужно помогать по мере сил. Богослужения воспринимают они сложно, потому что если у человека совсем плохо со слухом, то ему богослужение дактилируется в руку. То есть берется ладонь человека, ладонь на ладонь, то что называется, кладется на ладонь переводчика, и в ладонь по буквам переводится самое важное, уже буквально по буквам переводчикам. Как ни парадоксально, но лучшими переводчиками для слепо-глухих являются глухие люди. То есть глухой человек стоит на богослужении, он видит переводчика и достаточно быстро, и может быть даже лучше, чем слышащий переводчик, дактилирует в руку. Здесь, конечно, есть определенное ограничение, скорость восприятия, возникает много вопросов, но такой человек не должен, конечно, быть лишен возможности участия в таинствах, исповедоваться, причащаться. Ну и по мере сил, конечно, участвовать в каких-то просветительских проектах. И здесь, конечно, возникает большой корпус разных вопросов. В частности, вот у нас на приходе, некоторое время назад нам передали в дар резную икону Божьей Матери, нынешний исполняющий обязанности ректора университета имени Герцена. Он передал в дар свои личные домашние иконы для незрячих людей. Вот Сергей Игоревич Богданов, он подарил два образа. Образ Ксении Петербургской, образ Спасителя. То есть это образы, которые незрячий человек может прочитать пальцами, увидеть руками то, что называют. Это тоже очень-очень важный момент. Ну и, конечно, какие-то просветительские встречи, беседы, они очень часто сопровождаются тактильностью. Когда к нам приходила группа слепоглухих людей, экскурсия была, такой замысел вместе с музеем истории религии. Я рассказывал им о разных особенностях богослужения и буквально людям давал потрогать разные литургические предметы. Распятие, которое хранится на престоле, кадила, ладан, благовонное масло. То есть то, что человек может потрогать, почувствовать запах, если он не может увидеть и услышать, для них это очень-очень важно. Мир такого человека во многом, конечно, сужен, но мы должны помогать его максимально расширять и не дать совсем замкнуться. Это очень и очень важно. Тем более в церкви, где Господь нам сказал, что не бывает случайного или лишнего, ненужного даже одного человека. — Благодарю Вас, отец Дмитрий. У нас остается немного времени, поэтому можно завершить нашу беседу Вашим пожеланиям нашим телезрителям в рамках сегодняшней темы. Я бы хотел пожелать нашим телезрителям не бояться никаких начинаний, не бояться дерзать. Для Евангелия очень характерна постоянная тема. Вообще в Писании, в Ветхом, в Новом Завете нередко мы можем встретить такой парадокс, как будто противоречие. Бог не одобряет дерзость. Дерзость всегда как будто подчеркнуто, называется недостойным человеком, в отношениях с Богом недопустимый. А вот дерзновение, даже если оно выходит за какие-то общепринятые рамки, дерзновение от любви, дерзновение от веры, оно Господом всегда благословляется и поощряется. И мы это видим в абсолютно разных ситуациях. И в случаях с людьми нуждающимися, и в случаях, например, такой, как женщина Серафиникиенко, которая молилась об исцелении дочери, и в случае с ее, может быть, антиподом, Закхеем, вполне себе таким благополучным и богатым мытарем, Господь очень часто благословляет. Это вот дерзновение, которое, подчеркну, противоречие дерзости. И вот такое дерзновение, оно очень-очень является важным в служении Церкви, и особенно в социальном служении, служении нуждающимся, которым нас постоянно приглашает Господь. И я хочу всем пожелать не бояться, да, если мы слышим в сердце призыв, если Господь нас зовет, не бояться, ну, хотя бы, то, что называется, попробовать, дерзнуть, да. И, возможно, это приведет к новым открытиям и к новым встречам важным, а самое главное – встретить Христа. Спасибо, отец Дмитрий, за сегодняшнюю очень интересную беседу. Мы с вами открыли для многих, возможно, очень важную тему, и действительно люди, которые ищут себе применение, наверняка могут найти у себя в городах вот те общины с глухими людьми и слабослышащими, о которых мы сегодня говорили, и как-то раскрыться в этом служении. Ну и, конечно, помолиться за этих людей, чтобы им тоже все далось, да, все, что нам дается, то и им далось. Разумение, понимание и радость пребывания во Христе. Спасибо вам огромное за то, что пришли сегодня. Большое спасибо вам за внимание, и я хочу сказать, что наши двери открыты для всех неслышащих, слабослышащих, для слепоглухих людей. Если есть у вас такие родственники, друзья, знакомые, то вы можете им сообщить о нас. Мы всегда примем и вас, и их. Будем очень-очень рады. Спасибо, отец Дмитрий. Дорогие друзья, сегодня в студии телеканала «Союз» с вами были священник Дмитрий Симонов и ведущий Михаил Проходцев. Мы желаем вам всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова